Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках библейского портала Экзегет мы продолжаем изучение чтения Евангелия от Матфея, глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одни будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыльях храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Повествование об искушении Иисуса Христа в пустыне. Оно стоит в тесной связи с событием крещения Иисуса. Надо сказать, что в момент крещения народ был свидетелем очень мощного свидетельства об Иисусе, как о Сыне Божьем. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Бесспорно, это мессианское свидетельство должно было и дьяволу засвидетельствовать истинность мессианства, пришедшего в мир Сына Божий во плоти. И по попущению Божию Господь идет непосредственно в пустыню искушаться от дьявола. Мы читаем, что 40 дней и 40 ночей Господь ничего не ел и напоследок взалкал. Если бы мы посмотрели в Евангелие от Луги, то увидели, что и в течение 40 дней, когда Господь ничего не вкушал, Он также был искушаем сатаною. И поэтому особым образом нужно рассмотреть выражение напоследок взалкал, что стоит за этим выражением. По объяснению толкователей, мы можем сказать, что после 40 дней Господь приходит в такую степень истощения, что непосредственное единение в Богообщении с Богом Отцом начинает колебаться. В одном из величайших произведений церковного богослужения, в каноне Андрея Критского, мы читаем, что Господь напоследок взалкал, показуя человеческое. Таким образом, Он приводит дьявола в сомнение, кто перед Ним. С одной стороны, если бы Господь был действительно Сын Божий, рассуждая дьявол, Он не взалкал бы. С другой стороны, если взалкал, то Он, наверное, и человек. И вот все остальное, что происходит, по сути дела, попытка дьявола узнать, кто перед Ним. Об этом говорят, в частности, святители Анзлатоуст, обращая внимание, что первых два вопроса со стороны дьявола к Иисусу начинаются с выражения «Если ты Сын Божий». Все искушения на Господа идут, можно сказать, с двух сторон или с двух аспектов. С одной стороны, Он искушается как человек, и тогда те искушения, которых мы прочитали хлебом на храме или на горе, можно сказать, это искушение как похоть плоти, похоть очей, гордость житейская испытывается. С другой стороны, конечно, Иисус испытывается как Мессия. Или лучше сказать, дьявол предпринимает попытку увести Господа с истинного мессианского пути на путь ложного мессианства, того мессианства, по которому шло современное Христу иудейство, о чем мы уже говорили, то есть то, что народ ждал Мессию священного великого царя, который бы напоил, накормил и сделал бы князьями и владыками во всем мире, во всей вселенной народ иудейский. Вот первое искушение. Не хлебом одни будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, отвечает Господь на просьбу дьявола. Мы видим, что в первом вопросе дьявол поставляет его так, что он не знает, способен ли Господь творить чудеса или нет. Если бы событие-то произошло после насыщения пяти тысяч пятью хлебами, вопрос бы не был так поставлен. И Господь отвечает словами второзакония. И в книге «Второзаконие» мы действительно найдем эти слова. Очень важно понимать, что они свидетельствуют нам о том, что если человек исполняет волю Божию, живет по воле Божией и оказывается в ситуации, очень сложной для себя, то Господь в силах удовлетворить потребности человека, ему, Богу, ведомыми и возможными способами, вне зависимости от способности человека. И Господь поэтому говорит, что всяким словом будет жить человек, исходящим из уст Божьих. Второе искушение. Когда Господь искушается на крыле или на крыше Иерусалимского храма. Вопрос, который иногда ставят исследователи, каким образом Господь оказывается там. Можно сказать, что просто поднимается на крышу храма, ведь он специально идет для того, чтобы быть искушаемым от сатаны. Поскольку под Иерусалимским храмом внизу всегда было многолюдно, то дьявол предлагает Господу следующее. Он просит его сотворить чудо. Ведь если Господь бросается вниз и подхватываемый ангелами остается живым, то, естественно, в глазах народа совершается величайшее чудо. И тогда народ можно приобрести именно через вот эту славу. Славу того, что ты чудотворец. Народу достаточно будет этого, чтобы пойти за Иисусом. Но Господь, опять же, ссылаясь на книгу второзакония, говорит, написано так же, не искушай Господа, Бога твоего. В данном случае слова эти значат то, что если можно избежать какой-то опасности преждевременной или опасности, которую я нашла на тебя обычными человеческими способами, то ими пренебрегать не надо. Не нужно вызывать чудо Божие там, где оно не требуется. Третье искушение, когда дьявол поставляет Христа на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира и говорит, все это дам, если, пав, поклонишься мне. Но третье искушение обычно обозначается как самое страшное, это религиозное искушение, поскольку требуется, мы понимаем, Сыну Божию поклониться дьяволу, то есть творению. И вот здесь Господь говорит, отойди от меня, Сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Конечно, в третьем искушении, которое может быть обозначено как искушение властью, мы видим, что дьявол клевещет, клевещет на творение Божие, клевещет о себе, потому что все не принадлежит ему, хотя определенная часть, конечно, того, что попало под его власть, может быть названо его. Но в данном случае Господь говорит, опять ссылаясь на книгу второзакония, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Примечательно, что во всех трех ответах Господь не говорит ничего от себя, Он цитирует Слово Божие, и таким образом дьяволу не дает ни малейшей возможности понять, кто перед ним, или, корректней выражаясь, не дает возможности дьяволу уловить, каким образом божеская сущность и человеческое естество соединились в Иисосе. Тогда оставляет его дьявол, заканчивается повествование об искушении, и все ангелы приступили и служили ему. И вот это последнее выражение наталкивает святителя Иоанна Златоуста на следующее рассуждение. Он спрашивает, а почему ангелы не могли приступить и служить Господу непосредственно, в самом начале, когда искушения только начались? И святой отец, отвечая на этот вопрос, говорит примерно так, что ангелы приступили только в конце, чтобы не отогнать того, которого надлежало уловить. И вот, по сути дела, эти рассуждения святителя Иоанна Златоуста, а помимо этого и другие его слова, вопрос, мог ли Господь проститься больше 40 дней, например, 120 дней, с ответом того, что да, мог, но не стал, чтобы не смутить дьявола, свидетельствует нам о том, что искушение Иисуса в пустыне от дьявола является одним из важнейших событий в той череде событий, которые были направлены на спасение человека. Очень важно это было, как говорит святитель Иоанн Златоуст, чтобы уловить того. В данном случае Господь, пройдя искушение в пустыне, заставляет дьявола действовать против него, как против обычного человека, который имеет в полноте дух, душу и тело, и плоть. А это значит, что Господь впустит рано или поздно в себя вечную смерть и победит ее там. Следующее событие, 12 стих 4 главы. И, услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова. На пути Приморском, за Иортаном, Галилея Языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, сидящим в стороне и тени смертной, высиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. В начале этого отрывка говорится о том, что Господь удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме. В свое время у нас будет возможность, рассматривая Евангелие от Луки, сказать о том, почему Господь оставляет Назарет. Но Капернаум в данном случае, это земля, граничащая, можно сказать, с пределами языческими, там, где было очень много людей, уже ассимилированных с язычниками, получает великое свидетельство пришествия в мир во плоти Сына Божия. Господь, как мы увидим позже, сотворил очень много перед этими людьми великих чудес, которые выводили их из пропасти неведения и чувственности и заставляли искать истинного спасения. Ну и вот здесь приводятся слова пророка Исаии, «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». Тьмой здесь названо идолопоклонство, сами по себе религии, политеизма или какие-то другие, которые заставляли людей кланяться идолам и, соответственно, входить после смерти в ад. А свет высиявший, конечно, это свет духовный, свет благодати, который дает народу Божию истинную возможность спасения. И вот эти слова нашего Господа, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Первые слова, которые мы видим в Евангелии от Матфея, произносит в данном случае Господь перед людьми, это, наверное, краеугольный камень нашего учения о спасении. Мы можем говорить о том, что без покаяния не может быть спасения для человека. И слова, «Приблизилось Царство Небесное», конечно, на языке ветхозаветных иудеев. Это значило, что Мессия пришел, что то священное обетованное царство, которое дарует человеку вечную и блаженную жизнь, для людей открылось. Дальше читаем. Вот первые ученики так называемые нашего Господа, Симон или Педр и Андрей, брат его, а также Иаков, Зеведеев и Иоанн. Наиболее приближенные в дни общественного служения Господу апостолы, которые любили Христа, которых тоже так же и любил наш Господь и открывал им особые тайны Царства Небесного, особые тайны своего служения. В данном случае иногда исследователи ставят вопрос, почему так беззаговорочно как Петр и Андрей, так и Иаков и Иоанн пошли вслед за Господом, когда он призвал их идти. Но здесь, наверное, можно было бы вспомнить хронологическую последовательность этого призвания. Оказывается, что это не первое знакомство Иисуса с Симоном, Петром и Андреем, а также и с другими братьями-зеведеями. Если мы посмотрим в Евангелие от Иоанна и в Евангелие от Луки, то окажется, что в данном случае перед этим призывом Господь уже имел возможность общаться с апостолами, беседовать с ними и даже творить чудеса. И вот именно своим свободным волеизъявлением братья Петр и Андрей, а также Иаков и Иоанн делают выбор именно в пользу того, что Иисус есть истинный Бог, пришедший во плоти, и следует призыву Господа идти вслед за Ним. «И ходил Иисус по всей Галилею, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, и прошел в нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их, и следовало за ним множество народа из Галилея, Десятиграде, Иерусалима, и Иудеи, и из Иордана». Вот в данном случае последний отрывок, фрагмент четвертой главы свидетельствует нам о том, что в самом начале общественного служения за Господом пошло очень и очень много людей, причем это были не только иудеи, но уже, можно сказать, и язычники, которые видели в нем неимоверную божественную силу, исходящую из него, и поскольку приводимые больные разными болезнями, припадками, бесноватые и так далее, получали исцеление, то, конечно, все это свидетельствовало народу о реальности, о существовании духовного мира, мира божественного, и, соответственно, располагало людей искать истинного спасения, спасения вечности. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok